Саму нафиг бланк выкину и уйду в слезах с экзамена, а потом еще прилюдно об этом кому-нибудь сказать. Это такой себе совет. Суставители — фантазеры. Вы — фантазер. А дальше начнет работать ваше подсознание. Добрый день, дорогие друзья! Не так давно на нашем канале вышло видео, героем которого был математик МГУ. И в комментариях к данному видео нас просили снять что-то похожее, но уже вместе с Эриком Ковалевым, стубальным репетитором. На самом деле, вместе с Эриком у нас планировался коллаб, но так случилось, что в этом году мы его снять просто не успеем. И я очень надеюсь, что он выйдет в следующем году. Ну а в этом году вот будет видео такого формата, и оно будет по мотивам видео, которое не так давно выпустил Эрик, и которое, собственно, вызвало во мне желание записать на него реакцию. Это видео с названием «Почему я не напишу ЕГЭ по математике на сотку?» Ну и давайте начнем смотреть это видео. Всем привет! Это канал 100-бальный репетитор, и в далеком 2010 году я сдал ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов. Да, тогда не было разделения на профильную базовую, но все экзамены тогда были профильными. Тогда действительно не делили ЕГЭ по математике на профильный базовый, был для всех единый экзамен. Он в целом даже по структуре похож на нынешний профильный экзамен. Ну там каких-то заданий нет, какие-то задания добавились, но, в общем-то, смотря на этот экзамен, достаточно легко увидеть вот нынешнюю структуру и понять, что не так сильно они изменились. Кстати, давайте, если это видео наберет 500 лайков, то мы либо вместе с Эриком, либо без Эрика заснимем разбор вот этого самого ЕГЭ 2010 года, который Эрик тогда написал на 100 баллов. Ну давайте дальше смотреть. Так вот, почему в 2022 году я, тот же самый Ковалев Эрик, который уже имеет огромный опыт подготовки к ЕГЭ, не смогу затащить на сотку? Надо сказать, что в целом, мне кажется, смело вообще снимать такие видео. Мне долгое время своей жизни очень сложно было допустить мысль, что вот я могу пойти на ЕГЭ, не написать его на 100 баллов, а потом еще прилюдно об этом кому-нибудь сказать. Но потом я сходил на ЕГЭ, не написал его на сотку и прилюдно всем об этом сказал, и уже как-то не так страшно. Но вот все-таки давайте поймем, какие причины по версии Эрика могут помешать Эрику, а человек за 12 лет точно стал лучше знать математику и поднаторел в написании ЕГЭ. Так вот, какие причины могут помешать Эрику не написать ЕГЭ на 100 баллов? Давайте смотреть. У меня, как и у многих у вас, есть огромное количество проблем. Я сейчас их и перечислю. Это те самые проблемы, которые помешают мне сдать на сотку, если бы я пошел на экзамен. Если среди этих проблем найдутся те, которые у тебя тоже есть, то напиши об этом в комментариях. Ну, а мы же в этом видео постараемся рассказать вам, как можно избежать этих проблем, какие советы мы можем вам дать, чтобы у вас этих проблем не возникло. Проблема номер один — невнимательность. И это, конечно, рубит баллы очень сильно. И не только в первой части, хотя в первой — это самые обидные баллы, которые можно потерять. Но также и во второй. Я, например, ученики знают, они дадут соврать, иногда могу что-то неправильно прочитать в условии. Мне иногда может показаться, что, ой, я эту задачу уже решал, я знаю, что здесь от меня просят. Знаю, что хотят, чтобы я нашел. И я беру и решаю задачу, которую сам себе придумал. Получаю ответ, решаю ее хорошо. И, естественно, это совершенно не тот ответ. И иногда задачу из второй части я из-за этого могу получить просто ноль баллов. Ну, или может быть совершенно глупая ошибка. Например, там синус одна вторая, и я пишу, что угол — это π на 6, или там плюс-минус π на 6 плюс π. Я вообще могу все перепутать, потому что, ну, кажется, что это совсем легко. И я в этот момент вырубаю мозг, и как будто на автомате пишу. Автомат иногда подвозит. Ну, чего здесь можно сказать? Собственно, невнимательность — это достаточно частая проблема, и она, я думаю, что присуща многим, в том числе и мне. В ЕГЭ в целом есть задачи, в которых очень важно взять и правильно прочитать условия. Например, это может касаться каких-нибудь в нынешнее время седьмых задач, где нужно заметить, что нужно правильно перевести единицы. Или это может касаться соотношения отрезков стереометрии, где можно перепутать запись, и получится совсем не то, что должно было получиться. И можно просто забывать действительно какие-то простые вещи, ну, там, ошибиться в квадратном уравнении или в тригонометрическом уравнении. В общем-то, ошибок можно сделать кучу, и любой их может сделать. Я тоже часто ошибаюсь. Что здесь может помочь? Ну, на самом деле, первая важная мысль, которую нужно себе взять, это помните, где вы ошибаетесь. То есть, на самом деле, если вы за собой последите, вы заметите, что зачастую вы ошибаетесь в примерно одних и тех же местах. Ну, например, часто вот вы забываете, что в квадратном уравнении, если коэффициент а у вас не единичка, а, например, двойку, то делить, когда мы считаем корни, нужно уже не на 2, а на 2а, то есть на 4. И вот вы знаете, что у вас ошибка такая есть. Ну, соответственно, проконтролируйте себя. Вот вы решили квадратное уравнение, и вспомните, я обычно здесь ошибаюсь. Ну, и тогда вы себя просто перепроверяете. Ну, второй совет, который я здесь могу дать, это на самом деле просто перепроверяйте себя. Относите к своему решению критически. Думайте, что я мог где-то ошибиться. Не надо ли мне себя как-то перепроверить? Это делать можно. Например, в том же самом квадратном уравнении, в котором ошибиться достаточно легко, можно просто проверить себя, например, теоремой Виета. Или можно просто подставить корни и достаточно быстро понять, правильно ли вы решили или нет. Конечно, шанс, что вы все равно где-то сделали ошибку, остается, но он становится гораздо меньше. И теперь, ну, вот можно как-то финально сказать, что важно, во-первых, помнить, где ты делаешь ошибки, ну, а второе, важно, соответственно, перепроверять себя. Проблема номер два. Мне впадлу хорошо оформлять задания. И особенно это касается стереометрии, планиметрии и теории чисел пункта В, потому что там нужно реально писать полотна, там нужно писать большие сочинения, где все выводы, все теоремы. И это должно быть подкреплено твоим каким-нибудь письмом. В стереометрии и планиметрии пункты А это доказательство каких-то фактов. И вот здесь нужно максимально подробно все расписывать. Какие треугольники, почему они подобны, по каким свойствам, по каким признакам, по каким теоремам, как ты делаешь выводы. Все это должно быть записано. А 18 задачи на теорию чисел можно столкнуться с тем, что ты что-то недостаточно обосновал. И тогда вместо двух баллов ты получишь всего один. А порой так хочется пропустить какие-то размышления, потому что тебе они кажутся элементарными. И, возможно, какие-то эти размышления я действительно считаю элементарными, и буду их пропускать, и мне что-то могут не засчитать. Ну, чего здесь хочется сказать. Оформление штука страшная и штука тяжелая. И даже я, когда пишу ЕГЭ, а я, в общем-то, вроде и экспертом был, и проверял работы, и вроде все знать должен, я все равно как-то подсознательно чувствую, что что-то я, может быть, не написал, или что-то недообосновал. И здесь все, наверное, идет из фразы, что надо писать сочинение. И отношение к решению 13, 16 и 18 задач как к сочинению мне нравится. То есть, на самом деле, мы пишем некоторое сочинение на тему, цель которого — раскрыть, ну, ответить на вопрос, почему я решил эту задачу правильно. Вот. И дальше экзаменатор будет читать мое сочинение и смотреть, ну, раскрыта ли тема. Действительно, он ответил на вопрос, почему он решил эту задачу правильно. И, ну, вот этот подход мне нравится, потому что он убирает от нас необходимость, или, точнее, надежду на то, что где-то есть вот одно единственное правильное оформление стереометрии, или одно единственное правильное оформление 16-й задачи, или 18-й. На самом деле, нет. Нельзя здесь прийти к какому-то шаблону, как оформлять всю планиметрию, или как оформлять всю стереометрию. И, увы, тут вы еще раз пишите сочинение. И на самом деле, тут надо смотреть, когда вы пишете это сочинение, получается ли у вас раскрыть тему, про которую вы пишете, или нет. И тут, опять же, что можно посоветовать. Первое. Ну, наверное, хорошо, когда у вас есть какой-то ментор, желательно с опытом проверки ЕГЭ, который может вам сказать, ну да, вот здесь ты все пишешь хорошо, или вот тут я читаю, и мне непонятно вот это место. Откуда ты его взял? Мне это не кажется очевидным. Это надо обосновать. Ну, то есть, который может почитать ваше решение и потыкать вам пальцем места, где, вероятно, у вас есть какие-то логические дыры. Второе. Это, конечно, здорово, если вы походите на независимые диагностики. Правда, для тех, кто дает ЕГЭ в этом году, это такой себе совет. Но на самом деле уже на них, увы, поздно идти. Но если у вас еще, например, целый год, то походить на независимые диагностики МЦКО, например, и посмотреть, как вы напишите там работы и как вам, соответственно, их проверят, ну, это такая ценная штука. Там проверяют действительно действующие эксперты. Ну, и третье, конечно, это относитесь критически к своему решению. Умейте, ну, умейте, наверное, плохое слово, но, в общем, попробуйте научиться, читая свое решение, задавать себе вопрос. А вот это вот я обосновал. А действительно ли вот это очевидно? Или это очевидно только потому, что я не знаю, как это объяснить? Очевидно. Ну, мало ли что очевидно. А мне это так понятно, что я не знаю, как это объяснить, поэтому я напишу очевидно. Вот зачастую за словом очевидно прячется невозможность на самом деле объяснить, почему эта очевидность такая очевидная. И вот тут надо сделать над собой усилие и постараться все-таки ее дообъяснить. Ну, то есть, по крайней мере, себе. Может быть, объясняя себе, вы поймете, что да, это действительно очевидно. А может быть, вам придут какие-то мысли, благодаря которым вы сможете дополнить свое решение. Я, например, когда оформляю 18-ю задачу, беру перед собой бланк, начинаю его перечитывать, ну и дальше смотрю, а где у меня еще могут быть дырки. И дальше там сносочку напишу, там звездочку поставлю и поясню. И вот так вот решение получается более полным. Ну, то есть, если здесь давать советы, это тренируйте свое оформление. Ну, это прямо вот, если вы никогда не писали ЕГЭ на оформление, то вот стоит здорово, если вы там в оставшееся время заморочитесь и попробуете вот написать ЕГЭ, как бы вы писали его прямо на экзамене. А дальше совсем круто, если еще найдете того, кто это почитает. Вот. Ну, а второе, соответственно, читайте свои решения и относитесь к ним немного критически. Ну, то есть, не в том плане, что мои решения такие ужасные, что я получу на ЕГЭ в лучшем случае 27 баллов. Вот. А в том смысле, что читайте и находите места, где, возможно, можно улучшить ваше решение, где, возможно, какой-то факт еще пока не доказан. Ну, давайте пойдем дальше. Моя проблема номер три. Знаете, что на ЕГЭ всего 3 часа 55 минут. Кажется, что много, но если ты хочешь набрать сотку, то нужно решить абсолютно все. И решить нужно, ну, почти там все правильно. Можно допустить одну или две ошибки в зависимости от того, какая у нас будет шкала перевода баллов ЕГЭ. Ну, шкала перевода баллов уже известна, и чтобы получить 100 баллов, нам можно потерять два первичных балла. То есть, например, нам можно сделать ошибки в первой и второй задачи, а все остальное решить правильно. Вот это прям будет очень четкая работа. Это прям можно выкладывать себе в соцсети и говорить, какой я классный. Ну, можно вообще, ну, даже, наверное, это прикольнее, чем решить все правильно. Вот. Можно, соответственно, не решить пункт В или пункт Б какой-нибудь 13-й, 16-й, 18-й. Ну, то есть, два первичных балла можно потерять. Больше, к сожалению, терять нельзя. Так вот. Вот иногда я все-таки замечаю свои ошибки по невнимательности. То есть, я решаю какую-нибудь планиметрию. И там сделал какой-то вывод абсолютно глупый. Возвращаюсь при проверке, смотрю ошибка, и начинаю что делать? Перерешиваю задачу заново. То есть, я трачу на нее еще минут 20, там, с более-менее каким-то оформлением. Но это большая потеря времени. А если такая ошибка была не только в планиметрии, а была там ошибка еще в стереометре, а иногда нужно на задаче еще и подумать, а не просто сразу ее решать и сразу ее оформлять. Бывают некоторые задачи, которых нужно допереть до идеи. А иногда идея приходит глупая, и после этого решение становится очень объемным. Иногда ты задумываешься, нужно ли искать какую-то более изящную идею, или вот рубить, долбить ту, которая тебе первая попалась. Потому что и при решении в тупую, и на поиск изящной идеи может уйти много времени. А на ЕГЭ его не так-то много. Ну, чего здесь можно сказать? 3.55 – это действительно мало времени для того, кто хочет решить все ЕГЭ. Даже на самом деле мне зачастую, я там последние мысли дописываю тогда, когда ко мне идет организатор в аудитории с злым лицом, трясущимися руками и намерениями выдрать у меня просто с мясом мою работу. Поэтому что уж говорить о обычных школьных трудягах, которые пришли на ЕГЭ заработать свою соточку. Им-то времени еще тем более не хватает. Но здесь, конечно, с этим тоже что-то можно делать. И здесь можно дать несколько советов. Первое – это не используйте черновик. Вообще не используйте черновик, потому что я знаю истории даже своих учеников, которые просто, например, 17-18 задачу узнавали, что до конца экзамена осталось 5 минут, и ты не успеваешь переписать из черновика две на самом деле идеально сделанные задачи. То есть вроде все классно, но ты не успеваешь просто переписать, и, ну, естественно, никто твой черновик читать не будет, и ты его никак к бланкам не приложишь. Поэтому нет никаких проблем писать все сразу на чистовик. Вы всегда можете понять, что если вы пишете фигню, вы все зачеркнули и просто начали писать заново. Ну, вам дадут дополнительный бланк, и дадут вам столько бланков, сколько вам реально понадобится. Поэтому черновик в данном случае можно использовать для каких-то вычислений. Важно вам там что-то в столбик поделить, или, например, построить чертеж для геометрии, чтобы понять, как лучше расположить там пирамиду, буквы расставить и прочее. Тогда можно поделать на черновике черновые чертежи. Но все равно решение мы сразу пишем на чистовик. Дальше, второе, это, конечно, вам нужно порешать вариант на время. Но это еще раз к вопросу потренировать оформление, потренировать решение варианта на время. То есть, на самом деле, может быть, порешав вариант на время, вы поймете, что вы не успеваете. И где-то вы проседаете. Может быть, вы проседаете, потому что первую часть делаете не 40 минут, а час 20. И тогда, как это абсурдно бы не звучало, в оставшееся время до ЕГЭ, вы понимаете, что на самом деле нужно натаскивать первую часть на скорость. И оп, вы удивительно там получаете лишние 20 минут на экзамене, которые помогают вам решить еще одну задачу. Ну, то есть, порешать вариант на скорость, это прямо круто. Дальше, не засиживаться над задачами. У нас выходило видео про мою ЕГЭ, которое пошло не по плану. И там, соответственно, я как раз рассказывал, как я с задачей сидел часа, наверное, 2,5, с планиметрией, ну, потому что мне очень надо было ее решить. А в реальности, если бы я ее тогда бросил и решил бы 19, ну, тогда было 19 задач, в нашем случае 18 В, тогда было 19 В, так вот, если бы я это сделал, то, скорее всего, за тот экзамен я бы получил все-таки свои 100 баллов, но вот я засел на свои задачи и не успел. И здесь, ну, на самом деле, нужно прямо понимать, что вот ты сидишь 20 минут и кроме условия не можешь ничего написать и не понимаешь, куда идти, но переключись, выбери другую задачу. И вот по поводу выбора задач здесь есть еще один важный совет. Это то, в каком порядке нам нужно решать задачи на экзамене. И у меня здесь есть моя личная рекомендация, которая, соответственно, ну, ее можно взять на вооружение, можно ее не брать на вооружение, это уже дело лично ваше. Так вот, я рекомендую сначала решить первую часть, 1-11, переписать ответы, ну, либо не переписывать их, решить 12, 14, 15, 18 А, возможно, 18 В, если вы сразу понимаете, как решить 18 В. Потом вернуться к первой части, перерешать ее еще раз, например, в обратном порядке, то есть 11, 10, 9, ну, то есть перепроверить первую часть. После этого занести ее в бланк, если вы этого еще не сделали. Ну, а дальше у вас остается 13, 16, 17 и 18 задача В или БВ. Ну, вот эти задачи. И дальше из них вам важно найти ту задачу, которую вы сможете за минимальное время оформить на максимальное количество баллов. То есть вы видите, что вы легко сейчас решите параметр, значит, делаем параметр. Видите, что вам нравится планиметрия, ну, решаем планиметрию. И дальше решать задачи в порядке, ну, собственно, скорости их решения. Вначале мы решаем, получается, самые легкие, вот из этих четырех оставшихся задач. Еще, наверное, здесь важный совет, это, ну, не надо решать задачи по порядку. Вот точно не надо после тригонометрии решать стереометрию, потому что 2020 год, а именно карантинный год, он запомнился в Москве гробом по стереометрии, который, ну, моих учеников подкосил очень-очень здорово. Там истории по полтора часа на стереометрию и ноль баллов в итоге, и стресс, потому что ты не решил задачу, которая у тебя получалась весь год, а тут вдруг не получается. Вот таких историй я в тот год наслушался даже не одну. Поэтому, ну, рекомендую просто вам свой порядок. Еще один, наверное, полезный лайфхак от меня для высокобальников, это в первые 15 минут посмотреть те самые сложные задачи. Тринадцатую, шестнадцатую, семнадцатую и восемнадцатую. И вы посмотрите, вы поцепляетесь за идеи, а дальше начнет работать ваше подсознание. И, может быть, когда вы придете и вернетесь к этой задаче, ваше как раз подсознание за это время подкинет вам какие-то свежие идеи, и которые впоследствии помогут вам решить задачу. За научность этого метода я не ручаюсь. Это просто вот работает для меня. Ну, будет ли это работать для вас, я не знаю. Но кто-то придерживается такого же мнения, как, собственно, и я. Вот примерно, кажется, я сказал все, что хотел сказать про время. Давайте, наверное, дальше. Ну, и ошибка номер четыре. Это мой плохой счет. Я бы не отнес это к невнимательности, это что-то отдельное. Это определенный навык, который был у меня в школе. Я умел умножать трехзначные числа друг на друга в уме, но не очень быстро, но правильно. А сейчас все навыки у меня потерялись. Я даже складываю иногда абсолютно неверно. Опять же, ученики на вебинарах очень часто меня поправляют. Потому что, как только я выпустился со школы, я начал считать на калькуляторы. А когда ты считаешь на калькуляторы, ты убиваешь свои мозги. И вот этот навык, он просто теряется. Вот все, я все просрал, теперь считаю я плохо. И, соответственно, в ЕГЭ есть несколько задач, где нужно считать хотя бы столбиком, где-то что-то складывать. И вот здесь вот я свои баллы потеряю. Ну, чего здесь можно сказать? Калькулятор — это, конечно, проблема. И с ней есть только один вариант решения. И это, на самом деле, практика. Потому что просто нужно тренироваться в счете. Вот, например, возьмем вот такую вот экономическую задачу. Вот мы ее решаем, готовимся мы к экзамену. Там у нас, например, месяц до экзамена или неделя. Ну, вот мы видим вот такую задачу. И дошли мы до уравнения. И у нас, конечно, здесь есть разные варианты дальнейшей нашей жизни. Потому что уравнение какое-то фиговое. Что здесь можно сделать? Ну, вариант первый — это... Я как-нибудь решу это уравнение на экзамене. Я думаю, что у меня все получится. Второй вариант. У меня получилось уравнение, но мне кажется, что у меня могут возникнуть с ним проблемы на экзамене. Дай-ка я его решу. Ой, получается какой-то страшный корень из непонятной дроби. И я посчитаю его на калькуляторе. Ой, я посчитал его на калькуляторе. Ответ сошелся. Класс. Все, с этой задачей можно больше не возиться. Пойду порешаю что-то еще. Вариант три. Ой, какой страшный корень из какой-то непонятной дроби. Я бы мог извлечь его на калькуляторе. Но как я сделаю это на экзамене? Нет. Тут нужен какой-то другой подход. Я ведь не умею считать такие корни. И кажется, мало кто умеет. Может быть, поискать что-то другое. Может быть, есть какая-то другая идея. О, действительно, мне же сказали, что Н целая. Значит, я могу сделать это по-другому. И я все посчитаю без калькулятора. Ведь на ЕГЭ у меня не будет калькулятора. Я молодец. Я осознанный. Mindfulness. В общем, еще раз повторюсь, основной метод борьбы с плохим счетом, это, соответственно, просто практика. Вы тренируетесь, и на самом деле там должна еще лень вам помочь. Потому что, когда вы понимаете, что надо что-то посчитать без калькулятора, а вам лень, но посчитать надо, вы себя в этом убедили, вот тогда-то, может быть, из глубин вашего подсознания могут полезть какие-то тайные приемы арифметики, которые зачастую на самом деле в тех же экономических задачах здорово помогают. Например, у меня на экзамене экономические задачи проблем со счетом не вызывали, потому что я находил, как в них почти ничего не считать. Ну вот пример моей такой работы вы сейчас видите. И считать на самом деле на ЕГЭ надо. Считать надо в седьмой задаче, считать надо в восьмой задаче, считать надо в экономике, да и зачастую в других задачах тоже нужно считать. Поэтому навык счета тренировать точно нужно, и хороший счет зачастую может сэкономить вам минут 20 на экзамене. Вместо того, чтобы писать огромные столбики, вы оп, и какой-нибудь крутой фишечкой идеи все быстренько посчитаете. И тут есть еще один совет, он не относится к тем проблемам, о которых говорил Эрик, но это мне просто хочется сказать для себя. Проверяйте свои ответы на правдоподобность. Вот, например, решаете вы задачу, и у вас спрашивают, насколько нужно подняться ступенек. Вы все порешали, 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 и получили ответ. 12 тысяч ступенек. Перед этим видео я специально погуглил. Самая большая лестница в мире насчитывает 11 600 ступенек, а у вас 12 тысяч. И тут, конечно, либо составители фантазеры, ну, либо вы фантазер. И вот практика показывает, что обычно это вы. Вот, и в этом случае надо, конечно, понимать, что если у вас ответ не реалистичный, лучше перепроверить. Машина не ездит со скоростью 5 километров в час и 1000 километров в час тоже. Игорь, Паша и Володя не красят забор за 10 тысяч часов. Но за одну минуту, наверное, тоже не красят. То есть, на самом деле, Иван Валерьевич Ященко говорил, что ответы в задачах, которые претендуют на какую-то реальную привязку к жизни, вот в них должны быть обязательно правдоподобные ответы. И, соответственно, поэтому проверяйте себя на правдоподобие там, где это можно сделать. То же самое, например, работает в экономических задачах. Если вы взяли в кредит 5 миллионов, а собираетесь выплатить двумя платежами по, там, например, 100 тысяч, то что-то тут не так. Банк вряд ли себя даст так обмануть. Но, например, если вы взяли в кредит миллион, собираетесь платить по 10 выплатами по 5 миллионов, то здесь тоже что-то не так. Все-таки, ну, там должен быть какой-то просто адский процент и просто настоящее кредитное рабство. Ну, вот в ЕГЭ, благо, такого нет. Ну, вот мой совет, проверяйте себя на правдоподобие и тренируйте себя считать без калькулятора. Ставьте себя в условие реального экзамена. Сдавайте себе прямо вопрос, что я буду с этой задачей делать, если она попадется мне на экзамене. И вот если вы найдете на этот вопрос ответ, и ответ будет отличаться от «Со мной нафиг бланк выкину и уйду в слезах с экзамена», то мне кажется, что вот это прямо хорошо и это прямо, ну, круто, если вы сможете понимать, вот как любую проблему, которая может возникнуть на экзамене, решить, и это решение найдете до экзамена. Давайте закончим смотреть видео. Так что я назвал 4 основные ошибки, из-за которых я не сдам ЕГЭ по математике на 100 баллов. Надеюсь, у вас они присутствуют не все вместе, а может быть одна или две. Над этими ошибками вы еще можете поработать, у вас еще есть время, можно приобрести некоторые навыки, чтобы от этого избавиться. И я думаю, что среди вас будут ребята, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов или достигнут любого другого желаемого балла. Успеха подготовки к ЕГЭ, пока! Ну вот, я тоже искренне желаю вам набрать на ЕГЭ свой максимально возможный балл. Я надеюсь, что те советы, которые мы с Эриком вам дали в этих двух видео, помогут вам, соответственно, улучшить свой балл и поработать над своими проблемами, если они у вас есть. И, ну, собственно, дальше, когда после 2 июня вам придут ваши баллы, вы сможете порадовать ими самого себя, ну, а еще, например, порадовать нас тем, что благодаря нашей работе вы смогли лучше сдать экзамен. Вот. А если это видео вам понравилось, и вы хотите узнать, как решалось ЕГЭ в далеком 2010 году, то не забудьте поставить этому видео лайк, подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали, подписаться на канал Эрика, если вы этого еще не сделали. А с вами был Игорь Уколов, канал Профематика. Математика будет понятной, особенно, если смотреть ее на нашем канале, ну, или на каких-нибудь других каналах, она тоже, наверное, от этого станет понятнее. Вот. Ну, а у меня сегодня, на сегодня у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Удачи вам на экзамене. Редактор субтитров А.Семкин